На стене славы в 63-й Ульяновской школе десятки спортивных кубков, но самый ценный из них за победу в 73-й областной лихоатлетической эстафете. Год назад сборная школа сенсационно победила в самом массовом забеге, опередив более 60 команд. Мы очень гордимся, надеемся, что и в этом году он окажется у нас. Об этом же трофее сейчас мечтают все остальные участники предстоящих забегов. Организаторы нынешней эстафеты говорят, что в стартах примут участие не меньше 3000 атлетов. В этом году соседание посвящают 100-летию газету «Ульяновская правда» и проведению в регионе первого международного фестиваля национальных видов спорта стран СНГ. Это мероприятие спортивное, посвященное здоровому образу жизни, посвященное тому, чтобы нашу молодежь и наших жителей оторвать от компьютеров, от каких-то вредных привычек и, соответственно, чтобы не занялись спортом. Более 70 лет таков возраст ульяновской эстафеты. Примеров такого спортивного долголетия мало не только в Поволжье, но и во всей России. Зародившись в военные годы, эстафета процветала в советское время, преодолела шальные 90-е и получила новый импульс в последние годы. Всякий раз она объединяет любителей физкультуры всех возрастов и профессий. Зачетных групп более 10. И в каждой борьба со старта и до последних метров. И вот эта яркая спортивная борьба и делает нашу эстафету всегда зрелищной, всегда интересной, всегда бескомпромиссной с точки зрения определения победителей. Бескомпромиссную борьбу на трассе определяет и солидный призовой фонд эстафеты. Например, победителю в каждой зачетной группе полагается 250 тысяч рублей. Для многих организаций это солидное подспорье. Например, 63-я школа свои призовые потратила на приобретение спортивного инвентаря. Купили лыжи, гимнастические маты, а каждому тренеру достался многофункциональный секундомер. Мы ремонтировали учебный класс, который будет предназначен для тренажерного зала. И тренажерный зал будет перемещен в это помещение. Однако свой главный материально-технический вопрос 63-я школа так и не решила. В это верится с трудом, но факт. Команда чемпион не имеет своего собственного пришкольного стадиона. Дети тренируются буквально на пешеходной дорожке. При этом учителя физкультуры говорят, что именно спартанские условия закаляют бойцовский характер. Это очень сильные традиции школьные. Ребята, которые попадают в команду, стремятся туда попасть. И они понимают, что это дается огромнейшим трудом, как и победа. Тренировки проходят у нас, скажем так, в условиях очень сложных. Роман Юлдашев учится в девятом классе. Два года назад он стал победителем первенства России по легкой атлетике. Парадоксально, но в свои 16 он лидер сборной 63-й школы. Ее корифей. После прошлогоднего триумфа команду покинули все 11-ти классники. Коллектив существенно омолодился. Но задачу победить никто не отменял. Немного изменили тренировки, направили на выносливость, чтобы меня хватило на более длинную дистанцию. В отличие от учеников 63-й школы, студенты Ульяновского педауниверситета готовились к эстафете в идеальных условиях. Мало того, что в команде собраны мастера спорта России, победители с российских стартов и атлеты сборной страны. Руководство ВУЗа нашло возможность отправить своих спортсменов на двухнедельный тренировочный сбор в Кисловодск. Это чтобы в очередной раз команда не просто завевала главный приз, но и установила рекорд трассы. Все зависит от погоды. От погоды. Плюс к этому конкуренция. Когда была конкуренция, то есть как бы борьба, то есть как бы спортсмены выкладывались. Когда ты бежишь один, в лидерстве, конечно, сложно. Парад открытия 29 апреля в 10 часов на площади имени Ленина. Первый старт ровно в 11. Участники-болельщики в ожидании борьбы. Синоптики обещают тепло и ясно. Михаил Сашанский, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.